Привет, дорогие друзья! Сегодня мы хотим вам показать игру запорожья. Итак, мы забираем день. Вот у меня 2999 день, а также 10 дней отпуска. На самом деле у меня день трехсотый. Один день отпуска мне все-таки удалось погулять, иначе было бы триста. Это очень хорошая игра в тем, что мне все-таки дается отпуск, чтобы не так было обидно. Если все-таки по какой-то причине день пропустишь, то отпуск позволяет продолжать еще дней дальше. И не терять ежедневный приз. Вот, как вы видите, если регулярно забирать запорожьи и дни, то регулярно раз в неделю вы будете получать по 10 самоцветов, которые, несомненно, на что-то в игре нужны. Итак, с чего мы начинаем нашу игру? Ну, конечно, с того, что мы забрали день, сейчас поделимся. И за это нас прибавится 50 монеток. Так, это у нас распродажа. Мы сейчас на ней ничего не покупаем, потому что я уже... Хорошие тризы у меня уже есть за распродажа. Не хватит. Вот это раз. Тризы там, правда, были хорошие. Особенно мне понравился десерт на 475-монет. Значит так. Мы забрали день. Теперь второе, что мы делаем. Открываем почту. Вот, как вы видите, 10 бесплатных сырников. Иногда это бывают сырники, иногда блинчики. Иногда, когда идет какая-нибудь акция, какая-нибудь другая еда. Да, вот, например, на 9 мая присылали солдатскую кашу. Итак, мы нажимаем принять все. И в инвентарь вложатся все эти сырники, а мы их сведим, когда нам будет нужно. Дальше смотрим запросы. Вот мне прислали грамотно по моим запросам. Вот я их тоже принимаю. Нажимаю отблагодарить всех и помочь с материалами. Дальше. Третье, что мы делаем. А третье, мы посылаем подарок всем соседям, чтобы им тоже сырнички пришли. Нам прислали сырнички, и мы посылаем сырнички. А теперь мы можем заняться нашим участком. Вот нам пчелка хочет что-то дать. Я, конечно, хочу расширяться. А пока что у меня тут очень выскочили. Много на участке. Вот это у меня до сих пор сохранилась синяя птица. Мало кто смог ее сохранить, потому что вот эта птичка синяя. Нужно кормить каждый день. Вот она. Каждый день. Если хоть один день пропустить и не покормить ее еловой шишкой, она улетит. А я вот играю уже 300 дней, и у меня эта птичка осталась. И каждый день я ей даю еловую шишечку, а она мне за это дает сертификат. А где я беру эту еловую шишечку? Нужно обязательно, чтобы на участке у нас росли елочки. Вот сейчас мы для нее его готовим. Находим елочки. А если елочки у нас кончаются, то их можно купить, посадить. Ну, сейчас у меня елочки есть. Начинаем рубить. Мы заготовим шишку, она мне еще не хочет кушать. А когда она захочет, там все хорошо, что у нее есть запасное время. Там все-таки 10 часов запах дается. Сейчас мы заготовим шишечку. А дадим мы ее птичке, когда она захочет кушать. Это будет где-то у нас через 12 часов приблизительно. А если с этой елочкой у нас шишка не прилетела. Еще раз будем. Не в каждой елочке прилетает. Ну, так бывает. Это не та шишка. То, что сейчас видно на экране, это не та шишка. Хм. Надо же, может быть, она у меня есть все-таки. А ну мы сейчас проверим запасы. У-у-у-у, кому-то в гости поехали. Мы нечаянно поехали. Вот видите, за то, что мы приехали в гости, нам дается энергия, дается амоль. Ну, приехали, значит, поможем. Чем мы тут поможем? А вот, видите, это из растения заслокли, мы все это жмем. Вот мы польемся, сидим, сделаем доброе дело. Хотя подозреваю, что здесь хозяева очень давно не заходили на страницу, потому что здесь снежок лежит. А снежок этот выпал еще зимой. Наверное, зимой не заходили. И, естественно, что у них шинит, а заходили. Нам надо быть домой, мы нажимаем, нажимаем домой, нам надо быть домой-то. А мы хотели проверить, есть ли у нас шишка. Нажимаем запасы. Поиск. И сейчас напишем. Шишка. Однако в запасах мы шишки не видим. Следовательно, нам надо продолжать рябить елочки. И, в конце концов, она нам попадется. Снова идем к елочкам. Может, как раз стоит у самой елочки. Ну, тут медведь здесь, почему не пускай стоит. Мы другую елочку порыдим. Что она сейчас-то двигаться не хочет. А! Набира хочется, чтобы это окошко было. Так, сейчас поглянем. Пускай там медведь себе стоит. А мы пойдем порубим другие елочки. Вот она, наша шишка. Видите? Вылепила наша шишечка для птицы. Вот мы запасли материал для спик-лимита. Елочная шишка. Она может быть только одна в инвентаре. Значит, когда птичка захочет кушать, мы сразу зайдем в игру. Мы ей дадим эту шишечку. Что у нас здесь еще есть? У нас есть граммофон. Что дает этот граммофон? Если мы ставим в него пластинку, то наши соседи, когда заходят к нам на участок, они нам могут помочь не на 5 энергий, а на 6. Вот, видите, написано, что можно поставить пластинку через 12 часов. А для того, чтобы для него приготовить пластиночку, нам нужно пособирать яблоки. Вот тут у нас вредитель напал. Смотрите, видите, ко мне помогальщики пришли. Пришли помогальщики. Я нажимаю «Принять помощь». А вот она и пластинка. Замечательно. Мне помогли и пластинку собрали. Вот наша пластинка. Видите, тоже материал достиг лимита, грамм пластинка. Все нормально, мы заготовили. Что еще нам дает сертификат? Ну, во-первых, это молочная ферма. Вот у меня возле молочной фермы. Два молоковоза. Следующий заказ можно будет начать выполнять через 4 часа. Но для того, чтобы молоковозу отдать молочко, надо покормить корову. Открываем молочную ферму. Корову надо кормить именно на ферме. Если они будут просто стоять у вас на участке, то они не дадут такого молочка, которое надо продавать, увозить на молоковозах. Вот он, видите, из бедончиках летит. Вот это то самое молочко, которое они дают для молоковозов. Молоковозов можно иметь только два, больше иметь нельзя. Вот у меня есть два молоковоза, и их можно будет зарядить. А когда они съездят, продадут молочко, каждый из молоковозов привезет по сертификату. Эти сертификаты находятся вместо любого ресурса, который, например, нужен, чтобы улучшать какое-то здание. Они могут заменить все. Вот мы кормим коровок. Они нам дают молочко. Тоже заготовим бидончики. Молоковоз их потом заберет. Мои два молоковода. Так, кончилась наша энергия. И мы сейчас борщиков купим. Еще один кубик больше. Борщик дает по 30 мм. Кормим коровок. Так, сейчас надо проверить, все ли коровок покормили. Для этого мы нажимаем по треугольничке. Если бы тут были коровки, которых мы пропустили нечаянно, то здесь бы сейчас их мордочки засветили. Значит, мы на ферме покормили всех коровок. Теперь, что еще нам дают сертификаты, которыми можно все поменять. Еще сертификаты нам дают предельные. Предельные у меня на участке тоже две. Одна у меня, вот, предельная у Мышонка. Ему можно будет тоже отдать заказ через 4 часа. А вторая предельная у меня, вот она, у Борундучка. О, а тут у меня в доме изготовилась голодая грамота. Она мне нужна для расширения участка. Мы сейчас ее заберем и запустим новую сделку. Вот, золотая грамота. Так как у меня уже такой уровень, что мне для расширения участка не достаточно только обычных грамот. Мне нужны еще и золотые. И заодно попросим. Я могу сразу послать 4 запроса, потому что мы сейчас только выбираем день, а потом можно раз в 15 минут посылать по запросу. Вот сейчас мне еще 4 грамоты попросим. Их мне много надо для расширения участка. А эта грамота у нас будет делаться. Вот, видите, 4 часа будет делаться. До конца осталось 3 часа 39 минут. Если вы все-таки не поняли, куда мне нужна золотая грамота, на расширение границ участка. Вот смотрите, я возьму по границе. Смотрите, что оно у меня просит. Оно у меня просит 50 золотых грамот, 75 обычных грамот и 5 миллионов монет. Вот столько мы можем собрать, чтобы еще расширить границы своего участка. Так, что мы сейчас сделаем? Здесь у нас конюшно. Кстати, лошади это очень хорошее животное в том отношении, что они здорово дают энергию. После того, как их покорнишь, энергия не теряется, а прибавляется. Мы сейчас посмотрим, хотят у нас лошадки пищать. Так, не все хотят пищать. Вот эта лошадка хочет пищать. Это. Ошлики тоже хорошо дают энергию. Еще они дают стиральный парашют. Так, вот эта хочет пищать. И вот эта. Это у нас стойло, и в нем сидят лошадки. Вот этот ошлик хочет пищать. И вот этот пони. Вот это лошадка весна хочет пищать. Так, вот эта лошадка ветерок. Карликовые ошлики. Видите, они все дают энергию. Пони-бикини. Это совсем маленькая пони-кабаре. Она недавно сидит. Не выросла. И вот белогривая лошадка. Так, теперь проверяем. Не осталось ли у нас голодных лошадок. Нажимаем по треугольничке. У меня и от голодных лошадок здесь у нас больше нет. Отлично. Это у нас огурцы захватчики. И вот такая панточка сидит. Ее на Новый год дарили. Она дает бамбук. Этот бамбук я потом выращиваю и продаю. И за него получаем денежку. Собачка нам хочет какой-то подарок дать. Ее тоже дарили. Подарок. Она нам сейчас не дала. Она иногда и сертификаты тоже дает. Так, мы говорили про овечек, которые для предельных нам дают шерсть. Для того, чтобы овечки дали шерсть для предельных, надо кормить именно на пастбище. О, еще тетушка Зу-Зу еще хочет нам шоу дать. Видите, как у нас прибавилась энергия. Ее стало 98. Это после того, как мы покормили лошадок. Так. Отлично. Вот смотрите. Вот это у нас пастбище. Не игнорируйте задание этого пастбища, когда оно вам попадется. Потому что оно потом исчезнет. На него дается, по-моему, если не ошибаюсь, всего 10 дней на выполнение. И если вы вот тут вот смотрите, вот эти задания, которые, видите, ограничены временем. Задание про пастбище тоже было ограничено временем, но если его вовремя выполнить, то бесплатно дают одну предельную. Если же вы его пропустите, то предельную вы сможете купить только одну из-за самоцвета. Пастбище купить вы, конечно, сможете. Ну а если вы вовремя выполните задание про пастбище, то вам дадут предельную вещь и подарят баранчика редкой породы. Вот такого вот длинной шерсти пушистого. Который дает много шерсти. Так. Открываем мы пастбище. Пастбище у нас расширено. На 45 мест. Здесь три страницы у меня. И начинаем кормить овечек. Вот смотрите, кто-то мне смирь дал, кто-то просто звездочки, монетки. Так, кто-то будет давать веретёнышки. А это вот диванчики, это для расширения отеля. Я вам потом его покажу. В отеле у меня сидят животные с локацией, ледник и орд. Ну давайте что-нибудь шерсть берите. Ну, о, вот видите, вот такая вот шерсть лепит. Это для предельной. Так, кормим овечек. К сожалению, скорость не очень большая. Из-за того, что сижу я с обходником. Так, как сижу я с Украины. Приходится сидеть через обходника. Он, конечно, здорово убивает скорость. Вот смотрите, я вам специально покажу, что получается, если покормить не всех овечек. Вот, видите, здесь не все овечки покормлены. Мы нажимаем по треугольничку. И он показывает нам всех не покормленных овечек. Вот мы кормим овечек. Сейчас тоже покормим, покормим не всех, кого-то оставим. И я вам покажу, вот, когда их останется мало. Вот, например, тут осталось их мало, да? Сначала мы отменили треугольничек и снова по нему нажали. Вот остались все непокормленные овечки. Вот они, показывая не только они, которые не поели. Поэтому, если вы их кормили, кормили, нажимали, ну, кто-то пропустил, замечали, то вы всегда можете проверить, всех ли вы покормили. Нажал по этому треугольничку. Вот, теперь мы знаем, что у нас точно поели все овечки. Так. Ну, в этой предельной у нас мушонок отдыхает. У нас лишь вторая предельная, которая у нас была не зарядной. Так, а здесь у нас мешает крот, но в нее пока не можем заманить. Поэтому нам нужно прогнать крота. Три раза нажимаем, по-вечем. Сейчас будем его прогонять. Так, и сейчас посмотрим, набралось ли у нас нужное количество ресурсов, чтобы зарядить предельную. О, нет! Она нам уже сертификат проникла. Так что... Сейчас мы не удавствуем показать, как я отдаю заказ предельную, так как вторая предельная может приносить заказ только через 4 часа. Но я вам скажу, что хочет она 5 шерстей и 5 веретенышек. Все, получили как ватчики, поборище. Так. Это значит. Не забывайте, что нужно каждый день, когда вы заходите в игру, и забирайте свои бесплатные призы. Значит, здесь у нас что? Бюро посылок. Обязательно купите себе на участок эти здания. Раз в сутки вы можете искать бесплатную посылку. Вот мы нажимаем «Искать посылку». Теперь нам из трех посылочек надо выбрать одну. Ну, мы выбрали эту. Нажимаем «Открыть». Вот у нас попался дверюк. С ним попалось много вареников, звездочек. Вареники нам нужны потом, чтобы покупать еду. Монетки нужны на покупку растений, животных, для расширения участка. Так, вот. Забрали мы нашу посылочку, которую мы выбрали. Теперь, где еще мы можем взять бесплатный ежедневный подарок? Час. Идем в другую часть участка. Значит, что у нас стоит здесь? Это пир. Раз в сутки мы можем сделать бесплатный выигр. Вот, видите, мы выбрали обрекусы, учебник, козеологии. Забрать трюки. Все, забрали. Дальше мы не стреляем. Плазно стрелять мы не будем. Так, теперь. Волшебная сосна. Она тоже обязательно должна быть у вас на участке. Ее надо трясти. У меня мышка заедает. За это она получается хорошо потрясти эти сосны. У вас, конечно, это несомненно получится лучше. У меня она так плохо трясет, потому что у меня заедать нужно. Но с нее обязательно по-любому пойдет какой-то приз. Вот нам упал фонарь. Вот нам упала еда, которая дает энергию. Шишечки собираются, копятся. И вот здесь вот у меня уже десятый уровень. Когда накапливается нужное количество шишечек, вот отсюда дается какой-то приз, который дается за уровень. А там, где почка, там, где мы выбирали посылочку, то там тоже за уровень дается приз. Только там нужно собирать открыточки. И в каждый раз, когда в посылке попадается открыточка, они прибавляются и тоже за уровень дается какой-то приз. Дальше она предлагает играть уже при самответе, но мы не видим. Кстати, если нажать тряски за 15 см отцветов, то мышка, эээ, мышка, так слышит все призы. В принципе, хорошие призы слетают, если за 15 см отцветов подрезки, но у нас их сейчас и нету. Так что мы по-любому закрываем. Теперь пиньяна. Ну, ее надо упичкинуть. Тут тоже даются призы за уровни. Вот видите, ну, дело в том, что у нас уже второй раз идет она по кругу. Оно показывает 20 уровень. Здесь уровни даются за количество конфет, которые вылетели из семията. Так, давайте решим. Сейчас собирайтесь, собирайтесь, собирайтесь. Потому что вы что-то очень медленно собираетесь. Их пиньяна, такие зверюшки тут за уровни призы даются. Хорошие зверюшки, которые дают энергию. Так, давай собирать. Так, сцветки, монетки. Так, выкрываем пиньяна. И что еще нам дают бесплатный ежедневный приз? Колесо ведения. Колесо ведения. Открываем. Крутить бесплатно. Вот нам тут еда. Яичники бесплатные. Выбираем. Все, закрываем. Платно мы крутить не будем. Вот, все дошкладные призы мы убрали. Значит так. Где у меня этот пузелье? Крутник. Сейчас мы его посмотрим. Если там голодные звери. У меня их два. Вот, а то и летний бриф. Его надо расширять. Пока что в него помещается только 15 животных. И все 15 проголодают. Вот смотрите. Тут пока у нас только 15 мест. Для того, чтобы расширить. Нужно нажать по вот этой стрелочке. И посмотреть, что надо. Чтобы его расширить. Нужно кормить англорских и черноузбиных кроликов у соседей. Собирать обычные герберы у себя. Либо вот видите. Все можно купить за сертификат. Если вы по какой-то причине данные ресурсы не достали. Но у вас много вот таких сертификатов. Которые мы собираем с машинок. Собачка желтая иногда дарит. И по счастью нам дает эти сертификаты. Требина дает. Вот такие сертификаты могут заменить эти ресурсы. Вот просто по значку вот так вот нажать можно. И купить за сертификат одну единицу этого ресурса. Ну и сейчас мы зверюшек покормим. Это тоже у нас хорошие зверюшки. Они нам щедро дались. Это звери и локации. У меня до тех летних коротных павильона 20 сидит. Всего 15 дверей. А во втором у меня там много мест. Более удачный павильон. В нем изначально, по-моему, сейчас летят место. Расширять его пока мне не надо. Пожалуй, это, наверное, из него летят. Сейчас проверим. Так, шо. А мы щас посмотрим, что тебе надо для расширения. Нет, не в него все-таки. А куда ж эти кроватки с ними летят, даже не знаю. Это, чтобы расширить, надо фотографировать выплочком, собирать бамбук и кормить обычно свиней и соследний. Но нам пока не надо его расширять. Мы просто покормим животных. Мы щас, наверное, свето кормить не будем, потому что я много чего вам хочу показать. А энергии у меня сегодня не так уж много. Подарочного десерта на 475 энергии у меня нет. Поэтому я пока всех не кормлю, я вам покажу. Так, это у меня столик, он ему дарит тортик бесплатный каждый день. Вот он тортик с моим клипом. Это у меня сырование. В ней нужно готовить 3 вида сыра. Вот, чтобы раньше у него приборка к соседям. Вот сейчас еще попросим к нее один сыр. Потому что прошло 15 минут, а мы можем отправить вопрос. Вот смотрите, в ней можно приготовить твердый сыр. На него надо вот такое же молочко, которое дают коровке. И творог, который просится у соседей. Можно приготовить брынжу. На брынжу нам нужны яйца. И тот же самый творог, который просится у соседей. Или сыр запорожский. Вот эти вот крынки слива дают запорожские буренки. Именно коровы этой породы, запорожские буренки. Только они дают эти крынки слива. И тот же самый вернистый творог. Ну, сейчас мы их готовим. Сыр запорожский. Нажали готовиться. Он будет готовиться у нас 6 часов. Вот, отлично. Так. О, еще хочет соты дать мне еще. Тетушка Жужин. Так, а зачем нам эти шеты? Сейчас. Вот, смотрите. Домик тетушки Жужин. Вот, мы в нем готовили сюда вот такой пирог. Так, а здесь вот, его надо прогнать. И тогда мы сможем этот домик отколыть. И посмотрим сейчас, сможем ли мы запуститься еще один белок попередный. Еда нам всегда нужна для энергии. Так. Ну, что это делать? Так, открываем ремесло. Здесь мы можем изготовить фирменный пирог Жужу, а так же пчеложу. Что надо, чтобы изготовить пчеложу? Бубинчик пчелойка, он у нас уже есть. Свежескушенный клевер. Для этого надо собирать суперский клевер. Или докупить ремесло. И медовое яблоко. Для того, чтобы собрать медовые яблоки, у нас есть специальные медовые яблони. Они продавались во время этой акции. Ну, мы сейчас запустим пирог делаться. Он нам всегда нужен. Энергия нам нужна. Кстати, еще очень хорошее дело. Можно рыбачить. И потом, если у вас удачный улов, то собирается набор удачного улова. Кстати, вот она. Одна из медовых яблонов. И вот и все. Вот эти медовые яблони. Они нам дают урожай. Специальный, из которого надо печь фирменный пирог Жужу. Как видите, у меня тут целая семья на участке. Муж, жена, ребенок, собака. И когда я нажимаю, у меня вся семья работает. То есть в три раза быстрее мы выполняем эту работу. Вот, лежит у меня и жена, тут и дочка помогает. Вот, кстати, сейчас вам покажу зверей из пиньята. Вот этот замечательный ослик, ослик пиньята. Вот он. Коровка вот эта вот красивая тоже из пиньята. Барашек из пиньята. Вот мой уровень получил. Сразу у нас моргия восстановилась. Вот эти замечательные бабки, это с новогодней акцией. Елочкой с Барьей на ноге. Новогодней локации. Так же, не забывайте, для чего нам нужен альбом. Альбом нам нужен для того, чтобы менять ресурсы. Если у нас собрался бывший набор, мы можем обменять все на колька вновь. И поделиться за 50 монет, они нам прибавятся. Виноградный набор, меняем на виноградную грязь. Ну, это не очень нужно, у меня пока ресурсы, я пока этим не пользуюсь. Хотя некоторые тут есть очень даже полезные. Вот, например, это у нас здесь доминается в лучшем набора. То есть, и то, что волкок выгоняет. Литушка вишня, это. Литушка вишня собираем. Ну, собственно, это пока декор. И вот, да, у нас не для изготовления некоторых нужных предметов. Литушка вишня, это аппарат, тоже здесь для изготовления. Так, что у нас тут еще можно менять? Вот, смотрите, козий набор. За то, что кормили косточек, собрался козий набор, он у нас меняется на капусту. Вот, мы получили капусту, за то, что козочек кормили две капусты. Коровий набор менял к ним молоко. Кротовый набор, за то, что мы кротов прогоняли, меняется на красный пили. Вот, мы курочек кормили, это меняется у нас на яйце. Ваши длинные наборные бежды. Литие наборные шпыры. Только, то эти шпыры можно потом продать, тоже вам бы мягкие были. Набор животноводок, меняется на быков. Их из быков лично я потом селю в Шамбале. Выкармливаю их там и продаю. И тоже монетки прибавляю. У меня здесь открыты разные страны. Вот, для чего нам нужна карта. Мы можем путешествовать по странам. Вот, что у меня здесь открыто. Оазис. Шамбала. Вот, Индия у меня пока не открыта. Это у меня цветущий город в Крым. Это туманный Альбион. Так, давайте зайдем в Оазис. Вот здесь в Оазисе. Надо не забывать. Каждый день брать с источника. Вот, смотрите. Источник дает раститель. Зачем он нужен? Потому что здесь в Оазисе не на каждом месте можно садить. Видите, вот там, где зеленое, тут мы уже оросили. Здесь можно на что-то садить. Остальная территория желтая. Там, где желтая, там мы садить не можем. Растители. Вот, смотрите. Сейчас мы с вами здесь освободим место. И орослим новую территорию. Сейчас мы сребем дерево. Здесь освободим место. Колечки вырубим. Вот, смотрите. У нас освободили чуть-чуть место. Теперь берем из запасов. Вот по вот этому значку мы можем открыть последние. Последние находки. Видите? Малые ороситы. Берем. И оросшаем вот так территорию. Ну, потом мы еще расшим. Это так просто, чтобы показать вам. Давайте с вами посмотрим, какие у нас есть острова. Значит, вот она, Индия. Видите, там у нас супер был Макола. А, это у нас не Индия. Это мы пришли в Шамбалу. Индия у нас не открыта. Кстати, вот они, здесь у меня быки. Они подросли. Веросые быки. Сейчас я их покормлю. Последний раз и трубала. Для того, чтобы продать буклей, вот этот взрослых, продавать надо только взрослых животных. Не выросших животных. Нельзя продавать. Иначе они не принесут вам деньги. Если же вы продаете выросших животных, они вам приносят деньги, а также варенье. Так, вот мы нажимаем вот здесь вот действие, пострелочке действие. Монетчик. Мы хотим продать. Так. Наводим на быка. Оно спрашивает, продать всех трех быков? Вот здесь мы помечаем. Продать трех быков? Да. Так, все, мы отменяем действие. Дальше мы не продаем быков, потому что это будет миши и вероятно. Зато у нас здесь выросла копейка. Какое преимущество в Шамбале? То есть, что здесь урожай не взял. Если вот садишь это все в запорожность, то там определенное время, и потом, если нету живой воды, приходится либо соседей просить, либо выбрасывать урожай. Или, если есть живая вода, то можно его оживить. Шамбале же урожай не вянет вообще. Вот у нас тоже бамбук вырос. Это который медведь дает. Сейчас мы... Ну, панда. Сейчас мы соберем это и посадим новый. Нам панда же дала тут штучек. Раз шутки дает пять штучек бамбука. Этот бамбук мы соберем. И теперь еще собираем. Так. Как посадить бамбук? Открываем запасы. И значок растения. Бамбук. Теперь помечаем. И проводим линии. Вот у нас пять бамбука посадили. Ну, здесь шамбале есть еще. У меня построено здесь вот. Это монастырь. С него можно собрать прибыль. А это сад гармонии. И он у нас шутки дает бесплатно. То есть цветочки, растения. А также в древнем монастыре можно обучить монахов. Монаха фермера, монаха дровосерка и монаха рыбака. Ну, у меня тут они уже есть. Правда, можно много вставить. Вот у меня стоит монах дровосерк. Так, это у нас монах фермер спрятался за деревьями. Сейчас и деревья продадим, потому что тут наборчиков их много меняется. Можно продавать не оптом. Можно продавать по одному. То есть можно нажать продать все такие деревья. Можно нажать продать одно дерево. Можно по одному продавать. Вот. Сейчас вам покажу, как продавать по одному. Опять-таки нажимаем, так значит и продать. Лишня. Продать. Оно спрашивает все. Я говорю нет. Я просто нажимаю да. И здесь мне ставлю галочку. И тогда мы продажем только одну лишню. Теперь мы продаем яблоню. Оно спрашивает продать все три. Да, продать все три. И вот мы продали эти три яблоню. И увидели мы третьего монаха. Монах рыбак. Нет, нет, нет. Монаха я не хочу продать. Наверное, было отменить действие, конечно. А теперь можно собрать прибыль с монаха. Так, что у нас тут еще на продажу рождет? Вот смотрите, сколько вишен. Это они тоже заноборчики. Вот сейчас мы сначала соберем с них урожай. А потом мы их продадим. Потому что снова у нас не меняется очень много вишен. В альбоме яблоняюсь, это подойти. Сейчас продадим вишен. Вот мы собрались на поражай. Да, продать все еще. Все, отменяем действие. Дальше мы их продаем. Дальше мы ходим на этот бочков на вырос. Ну, сейчас у нас этот бочков на вырос. Вот он уже взрослый. Ему нужно будет продать. Видите, это не петли на вырос и через пять корневек. Вырос и через одну корневку. Тупо. Субтитры делал DimaTorzok Если у вас вдруг кончилась вся еда, то вы всегда можете посетить соседей и получить энергию за это, так как за посещение соседа вы получаете по одной единице энергии. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь есть сосед, мэр Слориан. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok не перелетал сюда с какими раками, только сюда прийти, когда мне действительно сюда прийти захотелось. Вот замерзший мамонтёнок. Так, а мы сейчас посмотрим. Давайте больше здесь. Сейчас мы будем собрать. А. Нет, не собирается. Урожай. А, кстати. Кстати, у нас тут вот эта цветушка в Лапландии, да? Смотрите, здесь кассет у нас Дед Мороз. Хотите сходим к Деду Морозу? Посмотрим, какая у него Лапландия. Она насчезает. Вот смотрите, какая Лапландия у Деда Мороза. Какие тут интересные вредители стоят. Это морской драконьер. Сейчас я покажу. Вот это морской драконьер. Это дикий пишец. Вот какой красивый вредитель. Это тоже вредитель Белый Медверь. Красавчик. Звери декорные в центре живут у Деда Мороза. Полосатый телен. Морж. Дренландский телен. А домашний мой арктический заяц. Ну, в общем, вот так и Деда Мороза красиво. Ну, чтобы открыть этот остров, надо играть зимой. И не игнорировать звездами, которые написаны где-то. Звезды. Так. Сейчас хорошо. Думаю лучше. Так. У нас у меня открыто все. Все открыто, кроет люди. Так. А тут мне тоже не показали. В цветущем городе. Давайте посмотрим. У мэра Флориана. Что у мэра Флориана есть? В цветущем городе. Оставка Флориана. Какой у него участок. Статуя мэра. Статуя мэра. Флориан. Квитун Сэр. Садовые крючки. Креточная бесцветка. Макет блонда. Вот как красиво у меня. Вот, смотрите, я поработала у него назад нигде, но у меня есть один из цапочек, например. В общем-то, если я хочу, то я могу поработать еще на них. Ну, я не хочу их тратить. Они дают дополнительные единицы энергии. Так. А мы откроем карту и посмотрим на страницу. Можем. Шамбале. В Шамбале у нас соседом является Мудрый Дед. Вот мы к нему сейчас попали. Посмотрите, какой остров Мудрого Деда. Вот такой. И вот он сам Мудрый Дед стоит. Так. А мы в Оазисе сейчас посмотрим. А в Оазисе у нас сосед. Ага, это Восточный Базар. Купец Машин. Здесь переходишь на Базар. Вот такой здесь сосед. Ой, мне вот этот кот нравится. Классный такой. Барханная кошка. Сейчас покормим барханную. Вот видите двери какие. Вросли Миди. Три ручонные буки. Чистяухая свинья. Так. Открываем карту. Кстати, сейчас мы сможем увидеть, кто в Индии, хотя у меня Индия не открыта. Но отсюда мы можем попасть в Индии. Не ко мне на остров. А к Вакуле. Вот он Вакула. И вот такой сосед у вас будет, если вы откроете Индии. А если не попал через... Ну знаете, если я сейчас открою запорожье, то я попадаю отсюда прямо к Миколе. И вот мы пришли на остров соседу Миколе. И мы идем домой. Это у меня крольчатник. Как их мои кролики. Сейчас я его загорляю. В крольчатнике у меня кролики сидят А, нет, не сидят они У меня в крольчатнике бру я вам Вот они у меня где сидят, в кроличьем вольере Вот они у меня кролики сидят, в кроличьем вольере Разные кролики А чем отличается кранчат? Вот смотрите, вот кранчат, вот что он может сделать. В нем можно либо сделать, вот смотрите, ремеслея, в нем можно сделать англорского кролика, и можно сделать черно-обненного кролика. Вот для того, чтобы сделать англорского кролика, надо 2 плечевых сверху, ухаживайте за коричневыми кроликами на своем участке. Потом кроличий кусок ухаживайте за черно-белыми кроликами на своем участке, а меховые ушки ухаживайте за кроликами соседей. Для того, чтобы получить черно-обненного кролика, нам нужно кормить англорских кроликов в вольерах соседей, именно в вольерах, не чтобы они на участке сидели, а чтобы они сидели в вольере. И энциклопедию породы нужно кормить черно-белых и коричневых кроликов в своем кроличьем вольере. Все, вот если мы сейчас их откроем и будем кормить, они нам дадутся к инциклопедиям. Где наш вольер? А вот, кстати, смотрите, это кролик с пендиаком. Он хороший, дает нам энергии. А вот это у меня парочка кроликов, влюбленные кролики. Они у меня время от времени кидают по вот такому кроличеночку. Кроличьи вольер я тоже расширяю. И подсаживаю сюда кролика. И вот, видите, это у меня орешки сидели. А это из посылочки кролики у меня, как это паса, из посылочки. И вот из посылочки, дикий кролик. Это ж бюро посылок у меня паса. Вот, смотрите, вот второй кролик из пендиаты. Так как у меня пендиата по кругу сидели. Как можно походить дверей в какой-то павильон? Для того, чтобы в какой-то павильон посадить двери. Что-то я вам покажу. Вот, смотрите, вот у меня, допустим, зимний павильон. Он дворец, который давался на новый год. Вот мы его открываем. Сейчас мы его придут, соберем. Вот мы открыли. В нем у меня много кто сидит. Вот, допустим, я хочу в него еще кого-то посадить. Для этого я нажимаю по вот этому значку. Видите, такой домик нарисован, все стрелочки. И начинаю вводить по участку. Сейчас оно покажет, что я могу в него поместить. Ну, этот столик с апельсином, я его помещать не буду. С него все равно прибыль не собирается. Вот я могу в него посадить, например, ежика с мороженым. Вот они все подсвечены. Кого я могу в него посадить? Вот эти хосликов. Вот эти хлисичек. Вот эти собачки. Вот это же хиночка. Петушим шину. Вот могу посадить вот этого зверка. И вот этого медвеженка. Ну, вот, допустим, вот, смотрите. Мы возьмем медвеженочка, да? Мишка в рукавичках. Все, взяли. И опять все, мы его поместили внутрь постройки. Все, крестиком отменили действие. А теперь мы уже можем кормить, кто у нас здесь сидит. Ну что ж, у меня кончилась энергия. Кнопка съесть запас. И если я ее возьму, то у меня съелся что-то из запаса. Вот видите? Съелся у меня пирог жужу. И я могу еще поработать. Пока у меня в инвентаре есть какая-то несъеденная еда, у меня здесь есть кнопка съесть запас. Если еда вся сверху, то я смогу еду покупать только на рынке. Если у вас есть какие-то вопросы по игре в Запорожье, вы можете писать в комментариях к этому видео. Так что мы сейчас уже свое видео будем заканчивать. Да, кстати, не забывайте вступать в сосед. Что дает сосед? Соответственно, можно вступить, начиная с 15 уровня и выше. Вот, видите, у нас сосед спокойно. В нем 50 человек. Все эти люди, даже не находясь в друзья, могут прийти на участок и помочь на участке. И вы с ним можете прийти. Они не соседи ваши. То есть это не ваши друзья, у которых стоит игра. Это совершенно незнакомые вам люди. Они просто присоединились с вашим соседством. Но они могут прийти к вам на участок, и вы от них приняете помощь. И вы можете прийти к ним на участок. То есть это у вас, получается, больше соседей, чем если бы у вас были только те соседи, кто у вас друзья. И у кого стоит игра. А также соседство нужно для участия в ярмарках. Сейчас ярмарки нету, но когда есть ярмарка, то в ярмарке дается какое-то задание. И в сумме считается, что выполнили все участники соседства. Если соседство успешно справилось, то за ярмарку даются подарки, всякие призы. Ну что, давайте нашу энергию сейчас допилжим. И будем заканчивать наше видео. Если вам нужно еще что-то по игре объяснить, пишите в комментариях, ответим эти вопросы. Ставьте лайк, кому понравилось наше видео. А если вы хотите, добавляйтесь к нам в соседе. Ну, соседство наше уже полное. Мы всегда можем добавить вас в друзья. Так и не забывайте, всегда не забывайте кормить разных декорированных животных, которые дают энергию. Которые даются на всяких праздниках. Блокации. А также привезы в ярмарке. Вот здесь, кстати, какие хорошие двери, что минимум нервы дают. И еще каждый квартал, в котором бывают ежедневные подарки. Это длится месяц. Обычно в первый месяц. В квартала. Или в последний. И отстает последний. Вот, получается, следующие ежедневные подарки. Кроме тех, которые даются за количество дней, будет еще календарь подарков. Наверное, следующие у нас будут в сентябре, потом в декабре, потом в марте, потом в июне. Там каждый день даются очень интересные призы, помимо тех призов, которые даются просто за день. Там и зверюшки разные. И всякие полезные ресурсы. В запорожье хорошая игра. Приглашаем всех с него играть. Очень часто там даются интересные ожидания, кстати, в группе запорожья. Часто бывают тризы по ссылкам, которые просто можно зайти в группу и по ссылке забрать тризы. Это у нас кот летит в отдельные локации, где бы с комарой тебя летать. Скоро будет зима, наверняка снова опять будет интересная локация. Хотя ближайшая локация, думаю, это флоуэнская локация, там тоже будет очень интересные двери. Ну вот, мы энергии наше выработали, мы пока не будем следать наш департ, так как мы заканчиваем нашу трансляцию. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!